добрый день друзья с вами канал стань студентом канал для думающих людей сегодня мы в гостях у информационного центра об атомной энергии и на этом замечательном мониторе сегодня расскажем как поступить если у вас есть только два егэ особенно заключается в том что после того как все проходят процедуру сдачи егэ бывает складывается такая ситуация когда понимаешь что у тебя в наборе есть только два егэ и впереди приемная компания нужно каким-то образом попытаться попасть вуз и ты начинаешь думать что же делать многие конечно думают говорят что все пропало теперь только военкомат на самом деле это не так есть несколько вариантов но этот набор бывает разный поэтому здесь мы выпустим целую серию роликов используя разную комбинацию двух егэ как можно поступить высшее учебное заведение и к тому же как можно оказаться на том направлении на которое вы изначально хотели поступить даже если вам нужно было три егэ а у вас кармане только два егэ и так сегодня у нас на разборе егэ по русскому языку и математика только математика смотрите должна быть обязательно профильная это принципиальный момент если вы перешагнули планку минимального уровня баллов которые необходимы по игры чтобы подать документы вуз то соответственно вы можете посмотреть в высших учебных заведениях которые вы хотели бы поступать как можно туда подать документы на примере вуза партнера такой вуз партнер у нас донской государственный технический университет мы просто зайдем к ним на сайт и посмотрим как эту информацию каждый из вас может найти в том вузе куда вы планируете поступать и так первое мы заходим на главную страничку вуза у всех вузов это разные страницы то есть но в принципе идея одна есть вкладка либо абитуриенту либо поступающему либо здесь это приемная комиссия верху открываем эту вкладочку и далее попадаем на вкладку бакалаврят специалитет здесь нас интересует информация она может быть конечно в разном виде подано но нас интересует перечень вступительных испытаний здесь это шестой пункт и в этом перечне переходим далее у нас открывается документ видео на официальный утвержденный документ здесь есть графа которая называется вступительные испытания на базе среднего общего образования то есть это вступительные испытания для тех кто закончил школу 11 класс для тех кто сдавал егэ и далее здесь в зависимости от направления подготовки которые вас интересуют есть перечень егэ который от вас требуется обратите внимание жирным выделены те егэ которые здесь являются основными да то есть они приоритетными далее есть русский язык он есть на всех направлениях и есть курсив вот курсивом выделены направления которые относятся к так называемым альтернативным егэ это означает что вам нужно принести приемную комиссию обязательно математику обязательно русский язык и на выбор либо физику либо химию либо информатику ага значит у нас уже есть какой-то выбор мы можем выбирать как же дальше этот выбор можно использовать давайте посмотрим весь документ и найдем те направления где можно использовать только 2 егэ документ составляет из себя несколько страниц но буквально перейдя две-три странички мы обнаруживаем такие направления подготовки как архитектура реконструкция реставрация архитектурного наследия и градостроительство и давайте посмотрим смотрите как раз таки выпускники на базе 11 класса могут сдавать такие вступительные испытания как рисунок специальная графика дальше егэ по русскому языку и на выбор либо егэ по обществу знанию либо егэ по математике математика она обязательно профильная должна быть соответственно общество у нас нет но у нас есть русский и математика остальные экзамены рисунок и специальная графика мы можем сдавать в высшем учебном заведении это означает что мы просто-напросто запишемся на эти экзамены и будем несмотря ни на что пробовать поступить на эти три направления далее смотрите три направления мы уже нашли то есть как минимум мы можем избежать того что нас заберут в армию мы можем сразу поступить высшее учебное заведение здесь даже бюджетные места есть нужно пробовать но мы посмотрели документ до конца и нашли еще два направления технология художественной обработки материалов и конструирование изделий легкой промышленности и здесь мы тоже видим что математика профильная нас в качестве основного егэ дальше идет русский язык который обязательный для всех и идет выбор либо рисунок либо физика либо информатика понятно что егэ по физике по информатике у нас нет но мы можем сдавать рисунок посмотрите на выбор то есть вместо этих двух егэ мы выбираем рисунок и спокойно готовимся к рисунку да конечно если у вас не было специального опыта если у вас нет за плечами художественной школы то рисунок конечно будет сдать непросто но тем не менее подготовиться хоть как-то к нему можно попытаться хотя бы его сдать такой лайфхак если вы поступаете на платной основе то скорее всего рисунок более-менее вам как-то должны зачесть и все понимают что обычно в таких ситуациях когда у вас нет третьего егэ вы поступаете на платную основу что потом в дальнейшем с этих направлений перевестись на любое другое направление а в целом вы представьте допустим в вузе партнере в дгту более 5000 бюджетных мест это означает что есть точно есть шанс что буквально после первой сессии после первого года обучения кто-то переведется отчислится и появится бюджетные места их появится скорее всего даже может быть сотня две это означает что вы можете перевестись на то вакантное свободное бюджетное место которое появится потом через год либо через семестр соответственно таким образом вы можете оказаться и на бюджетном месте и перевестись на то направление подготовки на которое вы хотели бы поступить если вы в дальнейшем не планируете обучаться на этих направлениях подготовки то просто можете сразу на платной основе легко перевестись туда где изначально хотели быть это такой лайфхак который обязательно нужно использовать мы конечно надеемся что каждый из вас успешно сдаст все и наберет максимальное количество баллов но об этом тоже нужно помнить то есть два и г это не приговор нужно правильно пользоваться ресурсами вуза и находить выход из любой ситуации друзья если вам было полезно данное видео ставьте лайк подписывайтесь на наш канал не забывайте о том что мы есть в telegram вконтакте ссылочка на эти соцсети будет внизу в описании к этому ролику и кстати сегодня то что мы находимся центре информации об атомной энергии тоже ссылочка будет внизу в описании к этому видео пишите комментарии какие у вас два и г мы постараемся ответить и подсказать на какие направления можно поступить до скорых встреч